Всем привет! Богатейший Дин на связи. Я решил начать снимать серию уроков по трейдингу криптовалютами, хотя мне и самому еще есть куда расти. Тем не менее, почему бы не поделиться своим опытом и знаниями с вами? И будет очень неплохо, если вы поделитесь своим опытом со мной в комментариях. Сегодня я попробую ответить на вопрос, как понять, когда хорошее время для покупки криптовалюты. Меня очень часто спрашивают, когда купить биткоин, когда купить эфириум и другие монеты. На самом деле, в последнее время очень много вопросов и комментариев, я даже не все успеваю прочесть. К слову, я не волшебник. Вам не стоит слепо следовать моим рекомендациям. Зато стоит изучать технический анализ, чтобы потом не пропустить хороший момент для покупки актива. Зная технические сигналы, вы сможете уменьшить свои риски и увеличить профит торговых сделок. Прочитав название этого видео, вы наверняка подумали, что это реклама какого-то лохотронского канала в Телеграме, дающего сигналы. Но нет. Я всего лишь расскажу вам, как заметить сигналы на покупку криптовалюты самостоятельно, используя откаты. И кстати, это далеко не все сигналы, которые можно найти. Если я начну про все делать, это видео будет длиться час, а может быть и больше. Хорошо. Первый сигнал я назову 50% откат. Сразу уточню, что такой сигнал трейдеры используют, ориентируясь на краткосрочную перспективу. Для долгосрочной он не очень-то и подходит. Лучше для краткосрочных сделок все-таки его применять. 50% откат это тактика входа на рынок по окончанию отката тенденции. Что-то такое сложное, да? И это довольно-таки неочевидный сигнал, потому что все торгуют по тренду. А про откаты почему-то забыли. Я заметил в комментариях, что вам нравятся практические примеры. Поэтому вот вам монета NAVCOIN по отношению к биткоину. И здесь я нашел ситуацию, которая отображает данный сигнал. На первый взгляд, очень похоже на Pumpy Dump. Но нет, друзья, это не он. Почему? Потому что после стремительного взлета не произошел такой же резкий обвал. Цена корректировалась постепенно в поисках своего уровня поддержки. И второе. Монета не обвалилась ниже начальной цены, а наоборот сохранила некоторые проценты роста. На самом деле это обычная коррекция, а не дамп. В общем, для срабатывания сигнала 50% отката нужно убедиться, что цена корректировалась, а не дампилась. После дождаться отката на 50%, вот этот уровень. Видите, здесь хорошая поддержка. На пике в этой ситуации монета стоила более 40 тысяч сатоши, а на этом уровне около 20. Это чистый сигнал на покупку криптовалюты. Итак, когда вы нашли такой сигнал, убедитесь, что цена криптовалюты несколько раз тестировала 50% уровень на поддержку. Если она его не смогла пробить, покупайте. Но на краткосрок. Эта стратегия называется Price Action. Но имейте в виду, что технические сигналы работают где-то в 80 случаев из 100. Второй сигнал я называю Содружество двух средних скользящих. Одну я ставлю на 21 день, а вторую на 50. И да, название сигнала я придумал сам. Давайте найдем ситуацию, например, на верткоине и разберем сигнал на практике. Итак, как же это использовать, чтобы понять, когда покупать криптовалюту? Все крайне просто. Эти две скользящие являются импульсным сигналом, который становится бычим, если действие цены актива происходит над этими скользящими. Например, вот практическая ситуация. Цена монеты нашла поддержку на 50-дневной средней скользящей. Смотрите, как много раз она отталкивалась от этого уровня. Это очень сильный уровень поддержки. И после того, как цена взлетела вот здесь, мы ждем откат. И если этот откат нащупает среднюю скользящую 21 день и не упадет ниже, находясь над обеими средними скользящими, то это очень сильный сигнал на покупку криптовалюты в этом моменте. Друзья, я рекомендую вам пользоваться средними скользящими. Это очень действенные и простые индикаторы, особенно для таких молодых рынков, как криптовалютные. Ну что ж, ребята, я рассказал о некоторых своих способах торговать. Если вам интересно, ставьте лайк. Пишите в комментариях, какой индикатор мне разобрать в следующих видео. А может быть, просто продолжать рассказывать про свои стратегии торговли. На самом деле, я люблю торговать на откатах и во флете. Это очень шикарные для меня ситуации. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Скоро увидимся. Когда посмотрел на курсы криптовалют. Субтитры сделал DimaTorzok